22-я лекция курса Junior Java, набор февраль 2015-го. Сегодняшняя тема Spring. Посмотрим несколько его моментов. Момент три важнейших. Первое. Посмотрим, что это IOTS, Independence Injection Container. Второе. Посмотрим, Спринг это достаточно большой набор всяких внутренних спринговских шаблонов. И мы рассмотрим такой шаблон, как темплей. Конкретно JDBC template. У него для работы с разным описываются разные темплейты. Вы можете быть уверены, что есть. JDBC template, Hibernate template, GMS template, Gendai template. Буквально любое название для IP придумайте. И есть тара-та-та template. Типа такой один класс, который является шаблоном с точки зрения GoFa. Фасад. Один класс заменяет все IP. И мы сегодня рассмотрим один такой класс, который заменяет все JDBC. с Connection, Result Set и со всем. Один класс уже. Это такая принятая практика. И рассмотрим еще, как это называется правильно, декларативный transaction manager. Транзакшн менеджмент. Так. Все копнуты. Из интересного посмотрим еще использование две штуки, которые я хотел показать в ходе курса. Первая идея о том, что... Embedded database я покажу. Собственно, я скажем так, определенный уровень наступает у программиста, когда он легко понимает тот трюк, который мы смотрели. Ну, не только понимает, но и использует. И для него он родной и может технически объяснить, что происходит. Вот два таких больших системных трюка. Очень полезные. Такой высший уровень тест-райм-девелоптный. Первое, что мы смотрели в прошлый раз, это... Не знаю, как правильно сказать сейчас. Когда мы все наше приложение в рамках теста собирали в варник и запускали под нашим карманным веб-контейнером. Мы там использовали Jetty. Неудая процедура, когда Мауэн обилдит варник, больше унесем Tomcat и кладем, поднимаем Tomcat и monkey-тестим такой. В браузере классе. А у нас полноценное автоматизированное тестирование. Собственно, работа очень похожа на работу автоматизированного тестировщика. Когда мы прямо в тестах делаем какую-то магию и прямо в рамках, когда мы JUnit, когда Мауэн билдит проект, он запускает какие-то юнит-тесты. А в рамках юнит-теста весь проект билдит саварник. В какой-то временной директории поднимается какой-то карманный сервет-контейнер. Мы поднимали Jetty благодаря Елене в ее проекте. Поднимается и потом мы прямо каким-нибудь там таратата юнитом. Мы пользовались веб юнитом или HTML юнитом. Пользуюсь каким-то таратата юнитом. Веб юнит, HTTP юнит, HTML юнит популярный. Мы прямо начинаем наш проект опрашивать. И соответственно можем прямо на каждую страницу. То есть фактически пишем функциональные тесты. У нас здесь простыня тестов и сказано, я пойду на индекс GSP, найду там кнопку, нажму кнопку, получу, что заполните логин. Заполню логин, пассворд, корректный, нажму, перейду в другую страницу, там увижу, перейду. То есть фактически пишем прямо сценарий. Это один в один точно занимаются автоматизированные тестировщики. У них обычно есть такая тулза, как Selenium. Ну фактически они это делают. Они пишут такие простыни сценарии. Они смотрят на сайт и рассматривают сценарии. Человек пришел, попытался зайти на секретную страницу, а он не залогинил. И не зашел. Человек пришел, залогинился и попал на секретную страницу. Человек был на секретной странице и разлагинился. Что нужно сделать? Его даже выбросили. То есть сценарий, собственно говоря, функциональное тестирование то, за что пишет заказчик. За модульный тест то он не пишет. Потому что у нас там какая-то функция есть правильная работа, еще он не видит. Он видит, что вот в ТЗ написано, должен быть сайт, такие страницы, так ходишь, то делаешь. Это одна фишка. То есть суть в том, что мы переходим как бы на... Есть один уровень понимания сервлета API, когда просто понимаете сервлета API. Знаете многие классы, как там что работает. А более так мета уровень понимания сервлета API, когда вы можете сказать, что вот это у меня есть какая-то волшебная магия. И вы детально понимаете, как она работает, когда у вас весь ход сворачивается, какого-то деплоится, все это в памяти. Хлоп-хоп, и у вас по какому-то все в памяти висит, на каком-то порту висит ваше все в приложении. Это все в рамках теста. Вы хоп-хоп-хоп, попросили. Да, все страницы живые, оно сходило в базу банку, туда-сюда. Хорошо. Второй момент. Это, собственно, in-memory demo. Это же можно сделать и по старинке, как мы делали. Но суть в том, что в спринге, спринг это кроме того, что это ряд, скажем так, шаблоном и ряд полезных больших принципов, это еще чертова уйма мелких удобных штуковин. Вот такой старый на СМ, там ставишь значок и происходит магия. Итапе значок, мы по GDC будем ходить в свою карманную базу данных, не майские. Мы прямо на лету, в рамках тестов, поднимаем базу данных, написанную на Java. Их там три основных. Это GERDI, просто чтобы нанять H2 и HSQL. Это три популярных open-source базы данных, реализованные, написанных целиком на Java. Или GDC драйвера. Приятно в том, что они написаны на Java. Я могу стартовать из юнит-тестов, их заранее вина устанавливали и лежат у меня в виде GERDI к проекту. Я обмавываю и укажу зависимость. А потом говорю, хочу поднять базу, она пуп, поднялась. Хочу развернуть там такую схему, пуп, развернулась. В чем это все в памяти, то есть это даже не пишет файловую систему никуда. Ну а для моего приложения, да, мы используем HSQL, потому что он по дефолту в стринге и, соответственно, точно работает, раз оно дефолтное. Эти две я не пробовал, наверное, какие-то значки не опоставить и переключимся от них. Получается, что это, скажем, такой верхний уровень работы в режиме agile, в режиме XP, в режиме test-driven development. Когда мы о своем приложении, мы свое приложение легко, один кликом, буквально за одну-две секунды, можем поднять, при этом оно в каком-то липовом контейнере находится, который мы сами полностью развернули. И ходит в какую-то липовую базу данных, в которой мы создали с нуля, создали схему и там же заполняли данные тестовыми. Получается, что наша штуковина, то есть я беру это по терминам Continuous Integration. Это сейчас популярное во всех этих методологиях. То есть есть какие-то agile, scrum, это я не знаю, что такое, то есть это менеджер деньги отрабатывает. У нас-то выглядит вот так. То есть я пробовал смотреть, читать, какой-то набор слов. Есть даже книги у Мартина Фаулера, можете попробовать почитать. Фаулер. Черная книжка Мартина Фаулера. Вот такая вот. Вот эти черные книги, они сейчас многие переведены. Эта переведена, можете качать, она сто раз залита. У меня, наверное, нет ее в ТВ, есть на выбор с 0. Такарность Continuous Integration в серии Мартина Фаулера, он не автор. И есть такая же Continuous по Deployment. Вот. И один из ключевых, то есть, идея в том, что мы непрерывно пишем Pro. И оно всегда готово. У нас всегда есть нечто, что уже находится в продакшене, или каждую неделю выставляется клиент, в ползу готовы, вообще готовы. Вот, то есть в этом режиме, большинство современного бизнеса работает в этом режиме. То есть я там вот, я из всех социальных сетей не пользуюсь больше всего только ВКонтакте, не из-за шароварного видео и музыки. И оно все время меняется. Появляются новые функции прямо на лету какие-то. Я не пользуюсь, прямо вижу, в музычке какие-то новые значки появились. Ну, каждую неделю какие-то флажки новые меняют дизайн. Притом что-нибудь там 100 миллионов пользователей. Сейчас делают буквально все так. То есть нет такого, что версия раз в полгода. И вот для этого технические программисты должны обеспечить, чтобы мы могли одним кликом наш проект. Вот я сделал проект. Взял, переписал одну строчку. В XML поправил. У меня должна быть техническая возможность. При помощи вот одного такого хода. Ну, в моем случае я захожу на тестирование, Ctrl-Shift, F-10. У меня движение запускается. При этом мой проект должен целиком подняться и по ним должны прогнать тесты. Он должен быть полноценный. С базой данных, с веб-страницами, с вызовем веб-сервисов. Все это ужасные штукой удаленные. С посылом e-mail, в принципе. В данном случае посмотрим, как отрезать базу. Так, еще. На что стоит обратить внимание? То есть я сейчас это произнесу, а потом просто все равно буду обращать внимание. Spring — две основных функции на рынке серверов в Java. То есть 70% всех хайперских проектов по Java, по серверной части, не Android, а всякие. Это либо Spring, либо EGV. Ну, 3.0 было сказать, потому что 3.0, 2.0 — критически разные. Вот. Оба этих контейнера, то есть когда они говорят, нужно понимать, что существуют два типа кода. Первый код — это системный. Это, например, обработка SQL Exception, когда мы работаем с GDBC. Или вот это морок, когда мы по SQL Exception, который вылетел с GDBC, пытаемся разобрать и понять, что на базарах нам угнулось. SQL Exception — это поля Get-Row-код, Get-Row-код, что-то еще, можно даже лазить разбирать. Второй, например, получить connection к базе данных, из какого-то дата-сорца, из какого-то драйвера, подключить его connection pool. Какой connection pool? Настроить его. Это раз. А вторая — это бизнесовая логика. Когда, собственно, мы пишем какие-то классы, которые непосредственно выполняют бизнес-логику. Это проверяет, что в e-mail есть одна собака, и сохраняет базу данных. Этот ход, например, рендерит страницу. Этот ход делает тот. Задача контейнеров — очень четко развести эту логику, чтобы физически разнести, чтобы бизнес-логика была в одних классах, одних пакетах, системная — в других классах и пакетах. Когда мы писали вручную код, я пытался просто разнести. Надо было куда-то класс transaction manager. Там что-то происходит, берут connection, его коммитят какие-то там, callback, и все. Есть какой-то connection pool. Мы тоже его отрезаем, чтобы не видеть. Чтобы бизнес видел, что есть user-dao, такой интерфейс, у него есть метод save. Откуда взяли connection — неважно. Когда вызовут commit — неважно. в спринге и в этих биджетах. Это системная логика, настолько повторяющаяся, что они вытащили ее, и мы ее практически не видим. У нас фактически есть XML, это просто сказано. Для менеджмента декларативных транзакций использовать такой класс. Просто вот его. И мы его даже не используем. Спринг там три будут использовать. У нас получается какая-то странная магия, из-за которой мы пишем какой-то класс. Давайте я просто покажу. Ну давайте тест. У меня есть какой-то контроллер. Должно быть вообще, говорят, два. Но у меня один. Это не сервлет. То есть в данном случае я не затащил этот сервлет. У меня контроллера есть два метода. Вообще, говорят, должны быть два разных контроллера. Один я ему регистрирую. Говорю имя, логин, демайл. Другой я могу выбрать всех. Всех. Товарищей. 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 Вообще говоря, у меня изначально три штуки в базе есть. База никакой не установлена. Наверное, я тут возьму. Вот. Контроллер у меня липовый, не настоящий, не сервлета, ничего нет. Он просто пишет systemout, что передает мне на ок.gsp и выбирает всех бойцов. Это три бойца, которые уже были. Ну, такие вот в базе были. А это вот добавленные. Хорошо. Теперь посмотрим, собственно, user.dao, который это делает. Здесь у меня какой-то user.dao.gbc-template-imple, который им применит user.dao. И он вкладывает какой-то spring-овский gbc-template. Да. Ну и, короче говоря, смогли. Получилось, что количество импортов равно количеству кодов. Есть такая особенность у этих контейнеров. То есть тут каждая строчка какая-то магия. Вот. Я говорю, мне сюда нужно вставить какой-то data source. Я говорю, я буду хранилищем, auto-wire. То есть автоматически надели мне кого-то и подставить. Мне дают data source. Это gbc-шный интерфейс. Правильно? Сдача которого — выдавать connection. Если мы посмотрим, у data source основной метод getConnection. Вот. Единственное. А, не лучше. Какой-то источник connection. Я его оборачиваю mgbc-template. И теперь я хочу вставить. У меня у gc-template есть метод insert. До. Метод update. Я прямо пишу insert. Пишу и scale. Да. Но update имеется то, что мультирующий. То есть он делит на update и select. Да. А в дейтах получилось, что три штуки. А в дейтах нет. А в дейтах нет. В классе я поставил просто так. Никакой логики она не преследует. Просто я показал, что read committed. Эта штука, вообще говоря, в классе. Здесь какой-то anon такой же. У нее там есть много разных пальцев. И ставлю какой-то propagation. Сейчас объясню, что это значит. И прямо беру gc-template и прямо вызываю. И оно работает. А, и что интересно, например, когда он есть мсот, я могу сказать такое, что делаю rollback в случае, если из этого места вылетит любой наследник сравнебал. Теперь, если я сделал update и написал throw new как exception, а потом пошел свой контроллер. И вылетит. Да, их три штуки. Только те, что были. Хотя я вызвал метод регистр, я зашел на user.do, вот экспериментация. В общем, do insert было. Сейчас все разберем. То есть, do insert было. Идем, do. Короче, вот этот метод вызвался. Но поскольку потом, после этого выглядел runtime exception, я вот тут как-то показал, кому-то непонятно кому, спрингу объяснил, что если вылетит exception наследник сравнебла, то сделай rollback. Я могу сказать нет, что мне нужен только, например, error. При error делай rollback. Чтобы вы видели, что все происходит. а там еще throw a. С throw a. It was. Three. Two. I'm going to do something wrong. Three. Two. Two. сейчас на поставить комбинацию флагов и в том что могу сказать для вот этой для этого набора все-таки комиссия хотя метод выбросил эксцент и комиссия а это набор эксцент например дело роба чем я всего этого я покажу то есть у меня есть какая-то такая здоровенная см или на частично xml на частично это аннотации вот какой-то я попытаюсь показать да да контроль что-то 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 начать вот такая магия настройки пожалуйста сканируем компоненты в таком-то побежит пожалуйста примени еще что-то ни к чему не относишься просто директива контейнер вот такое вот например транзакции будут на аннотациях возьми транзакциях текст на жир вот и из менеджера и возьми класс вот такой из спринг спринг фармёр до 40 до 40 наше на джер и все и начинает вот эта аннотация злой транзакция вот это как-то подключая и почему-то мои вины обозначена так со и собака транзакшенал когда в этот мир входит транзакцию стартует работать по транзакции когда выходит транзакцию комитет или делать робот и сегодня 3 правильно что когда это делает мы как бы не знаем суть в том что поэтому специалист на всяких хибер на это спринга вводили только про спринг то есть в чем ценность в том что человек вначале как бы должен писать на чистом джеки весе джеки весе бизнес и джеки весе идут вместе такая как афония такое называется это наверное транзакшен скрипт шаблон фаулин а есть такая простыня если его такой отметок угадывается сверху вниз по по ходу все регистрируются удаляется проверяется все варидируется что юзера правильный дима и ходят базу данных оборудов эксцепшен следующий уровень человек должен развести что есть бизнес у него логика а есть собирая системная с джеки весе примерно как мы сделали как делали в курсе и по разной стороны мы говорим мы пытаемся отдельно вывести логику выдачи коннекшена у нас есть коннекшен пул но он будет отдельно мой моем классе юзер не будут работать с коннекшен пул и даже моим юзер дал они будут работать с коннекшен пулом я бы нашел нашу вашу гривен два разных классов конкретно мы вводили такой класс транзакшен менеджер который отвечал на за границы транзакций пожалуйста работайте столу при помощи этого класса и этот класс обеспечит вам комит или набор в зависимости от ситуации то есть идея в том чтобы это были разные классы дальше третий уровень это сухой контейнеров сна и понимать что в контейнере будет бизнес логика и контейнер и вот этот системный код gdbc gms gndi веб-сервисы http вызовы email посылка всякие системные сервисы все вот это уже как-то реализовано в контейнере контейнеры обычно ну если мы если специалист по и gp она фактически в зубарить и джиме спеку там по-другому не лечится большинство контейнеров закрытым большинство многие контейнеры джимишно и закрытым исходным кодом не так только читать спецификацию и нарабатывать опыт контейнеры стоят жуткие деньги а торок лотобема веб-сфера веб-логик спринга и капает зло и больше и меньше с одной стороны спринга не подчиняясь этим спекам они сами пишут спринг-рэппера я описываю как они стоят то есть спринг идет в сердцах получается специалист по спрингу чтобы получать свои две-три тысячи долларов он обязан четко взять пойти с чего ожидает что человек возьмет зайдет в этот класс он спринге идет в открытом исходном коде вот он идет прочитаю джакарда к мосты в цепле возможно это этот класс явно используют такой connection а может и нет какие такса транзакции чета транзакций начать все это как будет прочитал чтобы разобраться как она работает прочитал прочитал сходился класс изучил здесь на пакет пакет вот он спинтер орк спин фрингер dbcp и отдал со и вот тут у покерния бакет вот это та системная логика которую мы старались написать вручную он для работы с веб-сферой веб-сферой и джи бисер какие-то джи бака по которым для работы с ним нужно специальный целый класс адаптер да да чудо не подвиняет вот в принципе ожидать чек это пачит был его уровень такой что он до понимает но обычно просто на спринге работаешь год-два-три все это читаешь код классный много очень узнаешь как программировать про библиотеки комменты жирные там ссылаются на интернет и тогда специалист по используете спринга он не просто то есть когда он использует какое-то слово понимает какая там реальная логика произошла потому что например в случае ну ожидающий чек написал код на спринге ему говорят ну тут код что показал да поставил собаку на завшину хорошо а если база данных не будут отличать 6-10 минут я в коридоре руба чтобы делать я хочу что надо сделать если я хочу чтобы устранить это все новое для нас максимум через секунду если я попал на контроллер контроллер пошел на дало до 10 минут я не хочу чтобы было не так и ожидается что человек получает деньги за спринг когда он не просто знаешь на поставить собака транзакшен о чем там есть такие по стриму говорю или куда блок ускал или друг ему сказал или код он нашел open-source и в см или поставил куда-то там тейп сантащен драйвер а он понимает какой конкретно код выполнился и может сказать где там обрабатывается тайм-аут как обрабатывается ну и так далее конкретно например я начинал сотрудничать домостями через домостей они писали 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 проект у них было там в тот момент два синьора один по спрингу один по инженеру и в какой-то момент проект оказался такое количество френдберков накручено что в проекте теряются коннекшены все правильно все по интернету просто коннекшены теряются фактически нужен человек не который может использовать спринг на двух синьоров уже нужен кто-то, кто за ними слегка там. Ну я там был контрактный набор, мне заплатили, а пришел там, поработал 4 часа или сколько-то там что-то починило, вот, то есть накручено-накручено, что происходит внутри надо знать и вот это имеет ввиду под знанием спринга, то есть собеседование по всем контейнерам, по хибернейтам, по спрингу, заключается в этом. А как оно на самом деле все работает? Потому что человек может просто аннотации наставить, то на самом деле это, ну, ему на надо платить даже меньше денег, чем человек, который в GDBC это делает. В GDBC надо больше морочиться. Ну, надо вызывать у коннекшена коммит или роллбэк. И появляется такой код жуткий, strike-catching, final, где надо не забыть, это все правильно будет. А в спринге он транзакшенал и вроде коммит произошел. И вот за это платят. Поэтому есть определенная проблема как бы обучать, то есть все, как бы, абсолютное большинство конторств, я говорил или у кого там преподавал или ты, в принципе, интересовался, все требуют подниматься снизу-бверх. Как бы, фактически, как бы, никому не нужен специалист по спрингу, который не понимает, что происходит под капотом. То есть, да, конечно, круто сдать собеседование по спрингу и получить, там, 2К. Или сдать собеседование по GDBC и получить, там, 1К. Ну, это если классно сдать, там, да? Такие, потолочные зарплаты, вы все вручили, но опыта нет, ну, все знаете, построили с отцы, GDBC драйвера забрали. Конечно, это получать лучше, два раза. Но хитрость в том, что, когда они говорят знания спринга, они знают все, что происходит под капотом, весь системный код. И вот давайте сейчас посмотрим. То есть, я попробую, я дал несколько наиболее типичных вещей. То есть, в любом спринговском проекте из наиболее используемых, из наиболее используемых, наиболее часто встречается такой код по работе со спрингом. Вот. И разберем, что там происходит под капотом. Какие классы посмотреть, на что операция, потому что без этого, ну, это не знание, это поверхность. Итак, мой тест. Я что сделал? Да, тест у меня классический, юнитовый. У меня есть юзер-контроллер. Я в методе setup поднял, получил юзер-контроллер. Дальше у меня поднялась где-то in-memory база данных, в которых выходит по GDBC. GDBC все равно. Точнее, имея в пользу GDBC, все равно куда он ходит. Потому что он ходит не к настоящей базе данных, а которой я тут же понял, написано на Java и даже на файл не хранится. Всем все равно. Итак. Я туда взял юзер-контроллер. Сейчас разберем как. Там уже в той базе данных, эталонной, я поднял движок базы данных, создал там схему базы данных с одной табличкой и засейдил туда трех юзеров. Собственно, вот у меня в ресурсах, тестах, да? Мавиновские тесты, есть папка ресурс. И у меня вот есть схема SQL, дискарна в свежей базе данных, создать с нуля табличку. Не знаю, чем на луну, что-то экспериментировать. Вот. И есть тест даты SQL. Дискарна в новую созданную базу данных с развернутой схемой. Вот. Сохранить трех юзеров. У меня полностью все из моих настроек тестовых, все разворачивается с нуля. База данных всегда чистая, всегда нет проблем. Да. Для чего необходимо так, желательно такой код? У вас появляется новый разработчик. Вы просто даете ему линку там на систему контроля версий. Он как-то там с трудом скачивает проект. Там стоит Mavon или аналогичная Тулза. Mavon все еще самый популярный. Вот. Все пытается убить, но более модный что-то вроде. Вот. Он у Mavon просто билдит проект по POM-у. Там все депенденции. Потом он запускает тесты прямо там может быть из POM-а. И у него прямо на его машине появляется база данных. Новенькая, свежая. Не порты он не устанавливает. То есть MySQL, чип-блок. Я должен его установить вручную. Повереть какой-то readme для нового сотрудника. Как поставить MySQL, куда его поставить, плагин, пасворд, какая-то даже схема, данные. В идеале он всю эту систему контроля версий скачал, запустил тест. И при этом прямо под его проект создалась база данных. Она в памяти висит. Развернула схема, набилась данными. И его проект работает с этой базой данных. То же самое с тестировщиком. Мы всегда можем на любую виртуалку, на любой сервер закачать наш проект. То есть опять же, там должен быть Moven и должен быть клиент для какого-нибудь там svn, jithub, jithub. Надо вытащить сорцы и запустить Moven. И посмотреть, как Moven прошел фазу теста. Все. То есть не надо на сервере ставить движок MySQL. Вот такой, не забудьте поставить. Я делаю туда, регистрирую нового юзера. Да, проверки есть, давайте посмотрим. То есть если я сделаю две собаки, например, он не добавляется. Чтобы установлю где-то чек ММО. Да, я написал валидатор на Рависке. Вот он говорит, что привел такой error message, что не МММ, сделал недиректный error в GSP и не добавил. Ну, контроллер честный, проверяет. То есть контроль. Получает входные запросы. Причем входить в базу данных. Там разные ошибки. Можно, например, слишком короткие послоры сделать, да? То же самое, слишком короткие пароли. RunGSP и добавил. Да, в чем прелесть? Смотрите, я с GSM запускаю тест, у меня каждый раз по новому создаются база данных. Никакой предыдущей базы данных нет, мне не надо ничего удалять оттуда. И потом я делаю, выбираю всех и просто их вывожу. Баз данных уже подготовлены, там кто-то есть. Итак, начинаем разбирать. Откуда взялась база данных, сейчас не Booster. Booster, откуда я получил контроллер. У нас есть такой Application Context. Это такой интерфейс. В Spring, да, Spring. Давайте посмотрим POM. Кого подключил в виде Dependency? Dependency. Да, было время, когда Spring был одним проектом. Был такой Spring Jam. Какой-нибудь. И можно еще найти какой-нибудь Spring 2.0 Jam. Ну а начиная с какой-то версии, были большие революции Spring 2.5, Spring 3.0, сейчас выходит еще не финальная версия, а четвертый Spring. Вот тут, что она сильно переела, и тут. Не скажу что, но где-то там была революция, и решили, что никакого Spring Jam существовать не будет. Он начал расти, добавляли очень много пакетов, куда я получил, что он уже весит 5-10 мегабайт. Для того, чтобы Spring везде внедряли, чтобы он маленький, карманный, чтобы его уже под Android использовать, там они рекламируют, что его в аплетах можно использовать. Они разрывали его на кучу проектов. Поэтому теперь, если вы идете в Mavon, то там в группа ID org Spring Framework находится много артефактов, которые обычно имеют имя Spring DeFi. Spring Context, Spring GDC. Я использовал плат. Это ключевой плат, без него вообще нельзя. Spring GDC – это набор классов, которые скорее всего выглядят как пакеты, как пакет org Spring Framework GDC. То есть фактически один пакет сжат в отдельный джарминг. И сделано артефактом Mavon. То есть версия, название лежит там. Всего их там около 30. Смотрите Spring Reference, там порядка 30 глав. Значит, есть примерно порядка 30 компаний. Каждый из них в итоге весит несколько сотен килобайт. И действительно, как бы, мы вполне можем себе позволить это выходить под Android. Себя вам нужно было хватает, можно посмотреть, потому что он 200 килобайт весит. И так, подключил JUnit, Makita и вот мой InMemory Database. Хорошо. Ключевой интерфейс – это Application Context. Эта штука на самом деле здоровенная. Потому что, если следовать идеологии Спринга, в нем есть несколько… Сейчас. Так, скажу, что на Спринге приятнее жить, потому что он намного… Во-первых, он идет открыто в этих сердцах, и очень много можно посмотреть в сердцах. Сорцы достаточно простые, ну, то есть, как, ну, сердцы обычные, все написано вручную. И поэтому можно разобраться, посмотреть на их практике, и иногда это лучший способ разобраться, почему у вас что-то не работает. То есть, к проекту подключается прямо Spring с сердцами, и когда у вас Exception, вы кладете на Exception, попадаете в сердцы спринга и смотрите. Вот. В EGB мы не можем узнать, как все устроено, а бежим читать Спринг. Или еще хуже, если контейнер какой-то, свежая версия контейнера, бежим читать интернет, как баг, репорт какой-то, в общем, не очень хорошо. А в EGBOS тоже все закрыто или там не открыто? Нет, открыто. Но вот как-то у них идеология такая, что мне казалось, у них как-то тяжело проследить, какая часть сердцов кинула ошибку. У них там просто есть комьюнити и, типа, клапная версия? Ну да. А главное открыть? Ну, клапная, скорее всего, закрыть. Итак. В Спринге есть AppContext. Он имплементит очень много интерфейсов. Это разные аспекты, которые предоставляет Spring. Я сказал, что я на Спринге достаточно давно. Эти штуковины особенно не нужны. Какой-то ресурс пастерный резолдер. Application Event Publisher. То есть есть какая-то типа шина событий. Я могу какое-то событие покинуть, а кто-то подписался, его дернет, что событие пришло. Не знаю. Message Source. Это та штука, которая отвечает за, собственно, получение, за работу как быстросу с бандлами. Где-то там мы подключаем и мы говорим, хотим сейчас HelloString для страницы index.gsp. А она бро-бро-бро говорит, привет, друг. Или бро-бро-бро, hello, friend. Какая-то локализация происходит. Ну, все это собено специальный интерфейс, типа вот отсюда будешь брать текстовые строки, которые тебе нужны. Есть куча классов, вот так дико реализующие. То есть взять из ресурс-банла только один из способов, как Spring может нам давать строки. Возможно, он также из базы данных может нам выбирать, там, в зависимости по языку. Что еще? Hierarchical bin factory. Могу ошибаться, но это, по-моему, заключается в том, что я могу контекст один от другого наследовать. Или там какие-то проекции происходят. Listable bin factory. Это фабрика бинов. Она может рассказать, кого она может производить. Это вообще не знаю, что такое. Нам нужен, на самом деле, функционал, который в предке одного из предков. Нам нужен application-context, ключевой интерфейс Spring. Это основной доступ ко всему Spring. Он им применит кучу интерфейсов, один из них bin factory. Собственно, он является фабрикой бинов. У него можно взять bin, даешь имя bina, строковая. И получаешь объект этого класса. Можно вот такая версия. Не знаю, чем лучше. То есть тут придется саму приводить к известному интерфейсу. Ты дуешь имя и говоришь, какого типа. А он приводит сразу к этому типу. Какая-то игры с дженериками. Можно спросить, есть ли по такому имени такой bin. Можно спросить, является он синглитоном или прототипом. Мы фабрику настраиваем. Мы можем какой-то bin сделать синглитоном. Это означает, что каждый раз, когда я к фабрике обращаю, она возвращает один тот же экзентляр. При первом обращении, скорее всего, создает, а дальше возвращает. И, соответственно, мы синглитоном получаем из коробки. Если делаем его прототипом, сейчас посмотрим как, то каждый раз, когда к фабрике обращаешься, тебе возвращает новый экзентляр. И как я это использую? Нужен это интерфейс. Нужен создать какую-то реализацию этого интерфейса. Реализаций много. В этом сила спринга, что это такая супер-помойка. Вот столько реализаций. Он может собрать фабрику с чего угодно. Там не абстрактно или не абстрактно? Да, ну вот не абстрактно, да? Читаем просто. То есть, xrml взятый из класс пасса. Хорошо. О, он может как-то собрать фабрику, пользуясь аннотациями. Откуда она собирает? Взять из файл-система. Не знаю, что такое. Статика, не знаю. То есть, то ли это предки. Это мы только два подключили. Два джарника из спринга. Пусть точно для работы с том, как это нужен веб-аппликашн. Веб. Какой-то веб-аппликашн контекст. В общем. Мы даем ему xml. Создался он спритокласс этот xml, и теперь у нас есть такая фабрика. Это много чего, в том числе фабрика. И я фабрики говорю, фабрика, дай мне, пожалуйста, по имени юзер-контроллер. Ну, я сделал, я вот так сделал. Да. Ну, то же самое я себе сделал вот так. Теперь мне пришлось бы вручную привезти. Возможно, если делать вот так, то спринг, наверное, сможет грамотно отругаться, потому что я его вызываю, и он может по имени проверить класс, написать красивое ругательство вроде. По этому имени такой класс, а у вас такой. Скорее всего, просто красивее ругательство. Может быть, можно цикле, просто переваловать, как раз. Ну, то есть, какие-то мелкие технические патроны здесь, в которых, ну, мне не удавалось выжать чего-то потрясающее. Потому что, вообще говоря, по имени должен лежать бин. Не надо спрашивать до чего-нибудь. Итак, и я получаю юзер-контроллер. Важный момент. Юзер-контроллер – это интерфейс. В Java, в корпоративном, да, вообще везде, всячески стараются программировать от интерфейсов. То есть, работать только с интерфейсами. Потому что тогда у нас может быть очень много реализации. Конкретно вот насчет application-контекста нам пришлось показать. Нам же application-контекст, но пришлось указать, как его создать. У нас с юзер-контроллером за счет использования спринга удалось ответить. То есть, мы не знаем, какая имплементация этого интерфейса у нас. У нас есть кто-то, у кого есть два метода. Да, у нас сейчас всего одна реализация. У меня юзер-контроллер input. Но все равно, благодаря тому, что я внедрил спринг, и теперь я создаю объекты не по new, а обращаясь к этой суперфабрике. То я на самом деле класс и не узнаю. Но мы это делали вручную, сломали эти dependency injection-контрейнеры, за счет того, что мы вводили предка HTTP сервлет, dependency injection сервлет, ты его наследуешь, и у тебя поля типа интерфейсов. А тут предок как-то там читает что-то, разруливает и тебе набивает поля. Здесь то же самое. То есть, есть какая-то фабрика. Да, чем это хорошо? Я создаюсь с каким-то application-контекстом XML, где я какой-то рассказ. Например, в тестовом режиме я могу создаваться с другим application-контекстом, и мне реально будут возвращаться другие имплементации. В моем случае, скажем, контроллер я, наверное, хочу тот же самый. Но часть, тот класс, который делает вызовы по веб-сервисам, я бы хотел, чтобы использовался не реальный, а какой-то липовый. Ну, как в Makita. Мог используется. Пока там прямо вышлют приходится конфигулировать. А тут конфигурация — это здоровенный XML. Давайте пойдем посмотрим на application-контекст. Здесь я указываю. Да, это стандарт XML, у меня она лежит в ресурсах. Спасибо мамы, но он когда билдит проект, и папка java, и папка resources нарисованы, ну, он воспринимает... Короче говоря, он из папки java все компилирует, а вот это все подкладывает в корень скомпилированного. И оно все у меня в класс пасе. И тут вот здесь application-контекст. Он в тестах лежит? А? В тесте лежит? Да. Ну, потому что я сейчас запускаю GMIT-ами с тестов. Да, у меня должен быть application-контекст один для тестов, один для продавшена. Они, мол, не одинаковые, но, скорее всего, тестовость слегка отличается. Ну, типа там скан используя не реальную базу данных, а вот эту липовую, например. И так. Есть какой-то... Вот тут куча namespace-ов. Какая-то магия на уровне XML используется. Вводится много namespace-ов. Конкретно вот namespace-контекст, namespace-джеребисен.